Подпишись на свинки шоу! Что лучше приобрести? И я более-менее по-своему отвечала на эти вопросы, но есть моменты, о которых я конкретно вот так вот вслух не рассказывала. Повторюсь, опять-таки стесняясь, но это животное, и раз я уже показываю содержание морских свинок, я должна осветить, мне кажется, и этот момент. Речь идет о очень таком специфическом моменте. И снять это видео меня сегодня сподвигнул Арнольд, потому как я проснулась и обнаружила, что у него на носу, ну вы сами видите, у него там слипшаяся шерсть. И я эту картину вижу уже не первый раз, я уже не паникую, знаю, что делать. Когда хозяин обнаруживает вот такие вот дела у своего питомца, он сразу же какие-то болячки пытается диагностировать, многие считают, что это хейлит и так далее. Но сегодня я дам ответ на вопрос, что же это такое, и расскажу нашу историю об Арнольде грязнули. Потому как у нас вот такими вот грязными делишками отличается лишь Арнольд. Теперь более конкретно, что же на носу у Арнольда. Дело в том, что Арнольд это самец, самец взрослый, и у самцов есть такая специфическая особенность. Они периодически чистят свои органы, если это можно назвать чисткой. Они ухаживают так за собой, приводят себя в порядок, в тонус. И это вот следы вот этой вот уборки. Скажем так, Арнольд сам себе на носу поставил метку. Комичность этой ситуации заключается в том, что эта метка, она имеет особую консистенцию, которая превращает шерсть просто в слипшуюся, как будто ее кто-то полил клеем. Момент. Это невозможно никак очистить. Хотя я уже знаю способ, о нем речь пойдет далее в видео. Но когда я столкнулась с такой вот ситуацией впервые, я также подумала, что Арнольд чем-то заболел, что у нас какие-то странные корочки на носу, что это заболевание, что это грибок, что это хейлит. Спросила у знающих людей, мне ответили. И оказалось, что это довольно-таки частая ситуация, которая случается со многими самцами, и нужно знать, что с этим делать. Как я уже сказала, у нас не впервой такое. Причем всегда это случается исключительно с Арнольдом. И были случаи, когда я вовремя не отреагировала. Арнольд сдирал эту шерсть слипшуюся, которая, видимо, у него прела, возможно, чесалась. И там, на этом месте, была открытая рана. Это было ужасно. Тогда я даже не снимала Арнольда некоторое время на видео. Никто не заметил этого. Это был не то чтобы мой мини-обман. Это скорее была защита. Я не знала, что с этим делать, и мне не хотелось об этом рассказывать. Сейчас же я готова уже показать, что нужно делать в таких ситуациях, что не стоит бояться вот таких вот процессов у самца. Мне подсказали, что нужно такую шерсть слипшуюся размачивать хлоргексидином. Хлоргексидин это средство, которое продается в человеческой аптеке. И оно должно быть в аптечке свинской. Так вот, задача состояла в том, чтобы я поймала Арнольда и размочила ему корочку. Если оставить все как есть, по моему прежнему опыту, Арнольд эту шкурку сдирает, образовывается открытая рана. И за этим уже сложнее ухаживать, это сложнее лечить. Шерсть отрастает очень долгое время, знаем, опять-таки по нашему опыту. И я вот с недавних пор размачиваю подобные штуки хлоргексидином. На видео это делать сложно, поэтому пришлось немножко помучить Арнольда. На самом деле, если свинку удобно взять в руки и уверенно действовать, это уже делается все гораздо быстрее на автомате. И свинка даже не успевает понять, что с ней произошло. Но сегодня на видео Арнольда пришлось немножечко потерроризировать мне. Дело в том, что самец это делает, можно сказать, не специально, это нормально для поведения мальчика. И, пожалуй, это один из аспектов, который отличает самца от самки. Самки такое не делают, это исключительная характеристика самца. У самочек есть свои особенности, они стреляются мочой. Хотя вам хочу сказать, что и мои свинки периодически не то чтобы стреляются мочой, но делают что-то такое похожее. Конечно, это очень такие откровенные моменты содержания питомцев. Но если вы именно серьезно так подходите к тому, чтобы завести питомца и хотите знать прям все-все-все-все-все об этом, то вы должны знать. И вот такие вот моменты не всегда приятные, но это то, что является частью животного. И нужно не бояться вот таких вот дел грязных. Я называю это грязными делишками, потому как эти следы у Арнольда, они меня каждый раз шокируют. Он как-то неаккуратно ухаживает за собой, что мне потом приходится заметать вот эти следы. Как вы поняли, да, я не все показывала на канале, потому как откровенно стеснялась этой темы. Напишите в комментариях, хотите ли вы знать еще что-либо из вот такого, можно сказать, закулисья, то, о чем не принято говорить в развлекательных видео и так далее. Потому как я уверена, что многие из вас не знали о таком вот явлении, о котором я вот сегодня вам рассказала, что самцы таким вот образом чистят свои органы и случаются вот такие вот казусы. Арнольда после всех процедур я решила немножко обрадовать свежей зеленью, пророщенной травкой, для того, чтобы он быстрее пережил стресс, который ему пришлось сегодня прочувствовать на себе, чтобы он скорее забыл все манипуляции с ватой и хлоргексидином. А у вас я все-таки хочу спросить, готовы ли вы к вот таким вот откровениям на нашем канале, потому что мне все-таки есть о чем еще рассказать. Если вы думаете, кого же выбрать, самца или самку, я не думаю, что этот аспект будет решающим. Это просто нужно знать для общего развития и знать, что нужно делать в подобной ситуации. Я купила самца не потому, что я выбирала по каким-либо критериям, а потому что так вышло, что Арнольд находился на момент покупки единственный в зоомагазине, он оказался мальчиком. Я думаю, что если бы был Арнольд девочкой, то я бы купила Арни и тогда бы уже сталкивалась с особенностями содержания именно самок. Но если для вас именно момент выбора пола является очень важным, то вы можете взвесить все за и против, рассмотреть разные физиологические особенности самца и самки и уже для себя делать выводы. Я ни в коем случае не жалею, что приобрела именно самцов. Мне довольно-таки понятно, как за ними ухаживать, но вот такие вот моменты иногда и смешат, и какую-то неловкость добавляют в происходящее, и приходится как хозяйке исправлять ошибки вот такого вот альфа-самца. Вот такие вот взрослые вещи сегодня с вами обсуждаем. Напишите в комментариях, если у вас самец, происходило ли у вас что-то подобное, потому как у меня живет, как вы знаете, 4 морские свинки, и подобные неловкости случаются исключительно с Арнольдом. Почему-то именно он оставляет следы, которые мне приходится убирать. Валик, Толик, они делают все аккуратно. И у них мне никогда не приходилось размачивать шерсть хлоргексидином. Вот так вот случается. Кто-то очень аккуратный, кто-то грязнуля. Тем не менее, Арнольда все равно продолжаю любить. Он наш старшенький, он альфа-самец. И вот такие вот истории с ним случаются. Сегодня день каких-то секретов и откровений. Началось это у нас с самого раннего возраста, с Арнольдом. И иногда склеивается шерсть не только на носу, но еще и на подбородке. Так что это нормальное явление. А вот с Толиком ничего подобного за всю его жизнь не случалось. То ли он аккуратный парень, то ли... Не знаю, в общем, ничего с ним подобного я не проделывала никаких манипуляций. Видимо, он аккуратный. На валике тоже таких вот меток особых, характерных я не видела. Кузя еще маленький. И надеюсь, он будет аккуратен, потому как у Кузи длинная шерсть. Подписывайтесь на наш канал, если вы готовы к подобным откровениям. Ставьте лайк нам за смелость, за то, что мы рассказываем все-таки, как оно бывает в жизни настоящей. И я надеюсь, что наши зрители созрели к подобной информации. Не забывайте про наши соцсети. Подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт, где я каждый день снимаю сториз и выкладываю различные интересные фото с моими морскими свинками. Также подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, где вы можете разместить свой рисунок, который я опубликую в конце одного из наших роликов. А пока всем отличного настроения, только здоровых животных и всем пока!